Маршрут для пешеходов в районе путепровода на Ленина временно изменили. Заместитель главы администрации города Антон Шиломенцев лично проверил, как организована схема движения. Осмотрел строительную площадку и пообщался с подрядчиком. Мы стоим как раз на пятипролетном путепроводе. То есть временно мы опять схему движения пешеходов сместили на его изначально пешеходную часть. То есть здесь будет производиться крупноузловая сборка самого большого пролета металлической части. То есть с завтрашнего дня мы начинаем завозку первой нитки балки. То есть пять элементов. Ставим здесь на стапеля, сбалчиваем, свариваем. И потом кранами уже производим монтаж на пролетное строение уже в окнах. То есть всего нам таких балок шесть штук надо будет здесь собрать. Сборка первого пролета большого путепровода уже завершена. Продолжается монтаж части пролета между второй и третьей опорами, говорит Николай Данилин. Изготавливаются железобетонные плиты пролетных строений. Завершается отсыпка конуса перед первой опорой. Малый путепровод в большей степени готовности, но работы там продолжаются. В конце июля подрядчик планирует приступить к устройству подходов со стороны дома быта. Ну а что касается периода временных изменений в пешеходной зоне, никакого дискомфорта люди почувствовать не должны. Наварили дополнительные ограждения, как со стороны железной дороги, так и со стороны самой стройки. Позаботились о том, чтобы безбарьерная среда была, сделали пандусы временем и смонтировали. Поэтому я думаю, что неудобства определенные будут. Поуже стал тротуар. Но, по крайней мере, все условия, которые необходимы для безопасности, в том числе и освещения, на этом участке также будут воспроизведены. Такая производственная необходимость займет около двух месяцев. После все вернется на свои места. По окончании работ здесь появятся по три полосы движения транспорта в обе стороны. Две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Напомним, завершить работы по реконструкции путепровода подрядчик должен до конца ноября этого года. Юлия Щепина. День с толком.